итак начинаем мануальную правку позвоночника лежа на столе со стороны спины значит вот ну перед этим обязательно перед любой прав когда и управлением костей мы должны размять человека согреть его растянуть мышцы сухожилия связки распрямить растянуть тракцию сделать так чтобы он полностью был расслаблен расслабление его проверяем вот такие вот вот такой вибрация еще дополнительно соответственно вот диагностику мы будем завтра показывать а сейчас мы должны поправить ровненько положить на столе может быть сам неровно лег проверить ноги одинаковые длины вот вы примете его полностью и соответственно если мы сдаем в какую-то вот колебательное движение да они они продолжаются здорового человека до конца весь соответственно соответственно блок нигде нету и наоборот отсюда можно движение задать вот доходит в принципе видите нам попался здоровый человек может быть несколькими с некоторыми искажениями можно еще вот так проверить задавая отсюда 1 2 держим мышцы ассисты отростки проверяем нашу чувствительность дохода движения доходит где-то она может например становиться до ночи мы будем там блок сейчас на пока идет идет подвижность потрясающе тогда можем предугадать и не занимаешься ты его случайно или растяжками бывает занимаешься человек который занимается до или там танцами такие какие-то приемы на скотт вот у них подвижность очень хорошие кроме того ты молодой у тебя визуально где-то что-то будет кстати вот эти все прием которые мы проводим хочу сказать такую технику безопасности если у вас старик пришел да ну там далеко за 60 например лет да но даже 50 при цепи некоторые бывают они уже закостенели вот эти вот концируются некоторые проблемы связки кости мышцы даже концируются из болезнь фуористье из болезнь бехтерева слышали название но болезнь фуористье это когда концируется вот уже не кости до связка потом мышцы уже они практически превращаются в кости поэтому там вот что-то делать такое жесткое будет чревато от росточек может сломать болезнь бехтерева это когда концируется сам позвоночник и сочинения в нем внутри поэтому если у человека кифосов такой ярко выраженный горб и у него болезнь бехтерева то вы вот так вот не пробнете то есть даже не беритесь а если все-таки беретесь то есть уверенность себя да то вот у меня был такой человек узбек 50 лет с чем-то на болезнь бехтерева за него никто не брался я взялся и где-то знаете на сеансе даже на какую по счету ну как же через год то есть он меня убедил давай готовить платить но только сделок управлять на там очень сильно это 30 сеансов минимум а то и 60 и 80 сеансов в первый раз и вообще ничего вообще никак не пробивался и только через год он начал уже такой первый хруст потом там через еще там тысячи сеанса и второй хруст и у нас сразу пошло выключение то есть рассчиталось расследовалась не только расследовалась а там же еще массаж добавляет то есть ткани начали получать питание понимаете а плюс еще если он следит за своим собственным питанием то есть надо прописать определенную диету ну как минимум чистую воду пить ежедневно по два литра причем не просто чистую на это просто отдельная тема не хочу подробно останавливаться ну короче там целая методика чтобы все-таки это начало действовать сосуды омываются а наши вот эти вот диски межпозвоночные они не имеют кровеносных сосудов если даже кости имеют сосуды диски вообще ничем не питаются они питаются только диффузно из окружающих тканей понимаете напитываться жидкостью тогда они живые иначе не высыхают трескаются у них эти связки не распадаются и тогда пульпозное ядро похоже на рису она вытекает вообще диск высыхает слышу и практически не остается и а потом еще болит инвестии вам кальцируется и вообще там ничего не сделаешь то вы приняете с этим массажем мы ускоряем все процессы восстановительные поэтому объясняйте просто человеку либо я не беру за тебя да где мы будем работать год год готов ходить платить и плюс еще дополнительным процедуру плаваните припишу физиотерапию и так далее если готов тогда работаю то есть это для богатых извлечения всяких там грыж это тоже для богатых потому что там целый процесс об этом будут отдельно видеоролики отдельная программа сейчас быстрая помощь поэтому ее называю коррекцией сразу растясли увидели даже не просто не смотря где конкретно что-то у него езда устанавливаем руку на косточку крестца и персоверяя подошло поиску найдет вы сюда почувствовать другую на лопатку и сейчас мы будем раздействовать на ребер на позвоночность ошленения соответственно по спирали по диагонали расположены по диагонали мы его растягиваем расписаем и потом делаем траст теперь смотрите вот здоровый человек мы его должны все равно расстрясти еще раз подготовили с выдохом говорим что выдох вот несколько раз хрустнула до зашла зашел траст смотрите вот даже покраснете места чуду борис мечта вот видите кстати сразу легче вот вам клиенты вы благодарны чем отличается от мануальной терапии от костоправства или остеопатии там кинезиологии так далее да они как бы долгие они такие резкие да не такие травмоопасные как бы да они там просто все долго мягко делают там много сеансов находиться здесь вам пенту за первой сеансы будет благодарен соответственно не обращайтесь с позвонком мы ничего не делали с позвоночником мы только реберные осуществления отводили в сторону движение относительно позвоночника было перпендикулярно запоминайте сразу сразу будет сделать а здесь еще дополнительно растягивал но не совсем перпендикулярно получается что-то по диагонали чуть-чуть вот и на одном вдохе то есть все приемом на выдохе на выдохе и не взять на долго говорить человек вдох дыхает на долгий выдох можно просто выдох 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 быстро вот за один выдох можно сделать несколько раз 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 крутить куда же мы увидите не в позвоночник а вот в эту дугу вот он выбирает да вот эту мышцу уже за ней пощупывается если это длинуть получается реверная дуга вот примерно сантиметра 4 получается оси сход раз идет ведь получается через эту мышечную дугу я давлю на реберную дугу вот только только до поясницы сверху если хотим воздействовать ниже поясницы мы выберем ладно покажу сейчас мы берем за таз вашему себя до давим вот почти в поясницу даже чуть ли не в косточке тут уже можно смог поясницу тут у нас идет скручивание помните он говорил там дела в основном скручивание еще оставили еще и википус тоже да можно да да ведь их и тоже может крутить так и не меняя позы сразу же переходим на другую сторону также вон эти косточки тут ловим лопатку да если вам неудобно стоять мешает слов не держите живу то переходим вот сюда чтобы ваш упор был именно выклопать теперь смотрите в чем нюанс когда мы вот так вот делаем мы можем маневрировать наше большее нажатие так вот вы хотим обратить внимание либо на лопатку либо на соединение пояснично-крестцовое тоже хрустит на тоже она же вращается по сути видишь то есть мы просто его это рукой сильно делаем либо это больше усилия на их рук и сюда теперь вот это вот коснично-крестцовое сочинение получается уже третий прием у нас до руки на крест это руку держим ребра только со стороны сенсор нищим косточку убирает можете же задежду делать можно через вот ткани я обязательно накрываю любой хотя бы маленькой тряпочки накроете чтобы просто техники безопасности не сказали ваши руки техники безопасности относится еще раз да если указать во-первых движение будет смазано да во-вторых он испугается может зажаться и в третьих это проверять чтобы человек он доверял ты уже не доверяешь да поэтому максимально такой расслабленная бывает вот я раскачиваю для чего раскачиваю я чувствую начинаем чувствовать где делал ослаблен после этого говорю вы тогда и после этого как он выдохнул до максимальной точки довожу и только тогда уже жму это не одновременно вы должны понимать немножко раскачали расслабили чувствуете что уже доверие есть выдох выдохнул полностью